Предлагаю поговорить о проблемах целостности культуры, антропологии, вот именно современной эпохи, какие вызовы, что здесь происходит, возможно ли синтез, он как бы и без нас идет, но синтезы тоже разные бывают. Вот хотелось бы вот эту тему с вами обсудить. Значит, смотрите, если вы следите за политической обстановкой, международные отношения и так далее, то совершенно очевидно, что происходит какой-то очень острый момент в истории международных отношений. Ну, основные игроки, понятно, они решают свои задачи, политики, вот, но как при этом реагирует народ, население? Вот, и мы понимаем, что, в общем-то, люди являются совершенными пешками. Их легко обмануть, они сами обманываться рады, да? Сейчас начинается, что-то типа, коалиции против России образовываются буквально сегодня. То есть, на самом деле, существует некая система управления населением, которая невозможна была бы, если бы мы имели дело с людьми, способными к анализу происходящего, с людьми, имеющими собственное мнение, с людьми, защищающими свои идеалы и память культуры. Вот, что происходит? Дело в том, что после распада Советского Союза и фактически возник однополярный мир, возникает иное отношение элит к населению, к народу. Вы понимаете, что есть принцип Эжди в кибернетике, который говорит, что управляющий субъект или управляющий начал должно быть сложнее, чем управлять его. Это кибернетический принцип. А теперь посмотрите, когда вы занимаетесь системой образования, какие функции выполняют. Ну, первое, это передача опыта социального. Мы хотели бы иметь людей, которые наследуют нашу социальную опыту. Наши дети должны наследовать их. Второе, это инновационный ресурс общества. В том случае, если есть вызов развития. Инновационный ресурс в период гонки вооружений. Между Штатами и СССР, между Советской Россией и Германией. И тогда вы вкладываете в образование большие ресурсы, связанные с развитием технических наук, рационального начала в людях. Потому что они, собственно, являются творцами новой техники. А это необходимо для того, чтобы конкурировать. Ну и, наконец, третья особенность. Базований не должно быть слишком много для того, чтобы система была управлена. Вот вам простой пример. IQ, вот этот коэффициент, типа, американских президентов, негласий, должен быть между 8 и 120. Ну, 80 это уж совсем, там, неграмотный человек. А если больше 120, то вы будете иметь человека слишком умного. Его трудно будет воспринимать, окружающий. Вот, поэтому задача образования еще в общем заключается, чтобы система была управляемой. Герман Грех, он такой человек достаточно яркий, неглупый, ну, довольно циничный. Вот он говорит так. Зачем задавать образование, как же мы ими управляем? Понятно, да? Вот, поэтому система ЕГЭ, это не только российская, значит, проблема, это проблема, это проблема общемировая ЕГЭ, в котором большую часть времени человек просто тренирует память и запоминает, вот, при таком вопросе надо такой ответ давать. Откуда вопрос, как он ставится, он не понимает. И почему такой ответ, тоже, естественно, такого вывода. Как только жизнь перестает задавать эти вопросы, то он теряется, он не может сформулировать проблему. Он не может понять, откуда они берутся, как решать эти задачи, ну и так далее. Так вот, в том случае, когда у общества нет вызовов, вот таких инновационных, то, в общем-то, образования не нужно. Что мы наблюдаем? Наблюдаем массовые совершенно поглубления, там, европейской традиции, американской. Это не значит, что у вас не будет, там, классных инженеров, каких-то айтишников. Нет, но их так, в принципе, эти, там, выбирают, отдельно готовят. Ну, вот то, что было, скажем, в советское время, понятие массового, хорошего образования, вот этого нигде нет сейчас. Ну, вы скажете, есть, есть. Я забыл сказать, что есть страны, ну, второго мира, ну, вот Брикс, да? Когда вы выйдете, наверняка, если кто-то был, то вы видите, насколько трогательное отношение к образованию молодёй. Действительно замечательные такие картины, можно наблюдать. В самых отдалённых деревнях, где-нибудь там, в Непале, в Тибете, вот вы видите, как у нас такие стаки детишек, соответствующих форме надежды, именно этого колледжа, там, причём бедность поголовная. Вот они вот, там, как-то, так сказать, последние надежды жизни этих крестьян. Они их отправляют учиться, и это действительно культ. Вот такой культ, который был когда-то, наверное, ну, там, в 20-е, 30-е годы, всеобщее учение, грамотность и так далее. И действительно, Индия, Иран, Китай. Там есть вот эта вот борьба за ресурс, за человека культурного. Ну, я не скажу культурного в широком смысле, но за человека образованного в цивилизационном смысле. Почему это происходит? Ну, потому что никто эти инновации не будет давать. Они будут получены. У нас, вот помните, в 90-е годы была такая идея, а купим, не надо нам никаких инженеров, ничего, купим. Много мы купим, что нам сейчас дадут, ещё не дадут. Ничего дадут. Вот, китайцы, да, в одно время они, значит, копировали, таскали и, ну, и продолжают. Это связано в том числе и с конфуцианской идеей, как он говорил так, что нет ничего нового, всё создают. И важно не тот, кто родил или из-за чего идти, а важно тот, кто воспитал. Вот поэтому они это и даже не считают, но своего рода воровскую. Вот, Турция, ЮА, очень хороший уровень образованности сегодня. Но там вот как раз это происходит за счёт массовости. Вот той массовости, которая исчезла. Хорошее образование массовое, которое исчезло. Сказать, что в Советском Союзе было всё благополучно, с образованием тоже, конечно, нельзя. У нас было замечательное техническое образование, инженерное образование, точные науки, естествознание. Но вот с гуманитарным делом было очень сложно, и вы знаете, по какой причине. Так вот, возвращаясь к сегодняшнему моменту, мы видим вот две проблемы для того, чтобы воспроизвести культурную традицию, её расширить, вернуться к истокам. Это первое, что это не является задачей, вообще говоря, для воспитания современной молодёжи. Ну и второе, значит, что вместо? Вместо свято, вместо пуст не было. А вместо вот что такое? Это субкультуры, которые связаны не с историей человеческих отношений, с классической культурой, значит, искусством, а с виртуальными мирами. Вы знаете, что сейчас появились дети сетей уже с нулевых годов, когда компьютер стал доступен, а гаджет – это сегодня некая форма просто создать миров для своего малыша, и чтобы он не мешал. Это очень часто можно увидеть, он там на горшке сидит, в планшете, он играется, и все довольны, родители своим делом заняты. Ну и с вами. Вот что происходит со знанием таких лебедишек? Ну, обратите внимание, значит, во-первых, есть монтогенетические законы развития ребёнка. Ну, вы знаете, что вот мелкая моторика, конструирование или работа с какими-то приборами, да, приборчиками, машинками, художественными, там, изделиями, она развивает, вот у меня кортик, соответственно, в кору головного мозга, то есть мышление, осваивая пространство через тактильное ощущение, ребёнка развивает просто свой мозг. Когда вы имеете дело с мультиками, у него один палец задействует. Второй момент. Когда вы работаете вот в этой реальности, то у вас есть сопротивление, вы понимаете, что это твёрдое, что для того, чтобы что-то сделать, нужно что-то преодолеть. Или, чтобы что-то сделать, нужно подготовиться, нужно совершить некий труд. Когда вы работаете, ребёнок работает в виртуальной реальности, то тут все эти инструменты, они совершенно игровые, мягкие, и не требуют никаких затрат, ни эмоциональных, ни физических, ни волевых, вот что самое важное. Если у него что-то не получается, там игра какая-то, надоело ему переключать на другую. Или переходит там на следующий уровень, как-то вот так вот отыграет, цена выигрыша, ну, на самом деле, ничего не стоит. То есть там нет страха, нет опасений, нет реальных шишек, которые он получает вот от взаимодействия с физическим миром. Ну, сам у этих детей первое что? Первое, это отсутствуют настоящие эмоциональные и настоящие волевые модусы. Вот. Это первое. Второе. Оказывается, что вот там, конечно, есть и хорошие мультики, там какие-то, наши старые, там, вот. Но в основном их начинает привлекать геймерские состояния. Ну, что такое геймерское состояние? Это скорость. Так, это же не шарады они раздавят. Сейчас такие есть, но вообще ребенка вот интересует именно вот гонки, там, стрелялки, еще что-то такое. Там же никто особо не следит, чтобы выбирать. Вот что формируется в такой ситуации? Оказывается, скоростные вещи, они очень хорошо тренируют вот такие реакционные, реактивные, значит, рефлексия. Ну, вот игра Т-30, допустим, она прекрасно тренирует водительские навыки. Вот, хотя там нет машинки, но зато у вас есть вот это быстрое переключение. Ну, вроде бы хорошо. Ну, вот оказывается, что когда вы начинаете злоупотреблять этим, то возникает зависимость. Зависимость связана вот с чем. Наше сознание, точнее, наш мозг, ну, обладает неким, в зависимости от практики нашей деятельности, да, возникают определенные типы волн. Вот, электромагнитные, соответственно, нужно их снимать на мисфлограммах. Так вот, частоты, связанные, скажем, с бета-волнами, ну, вот они где-то там лежат выше 15 кельцев. Вот, значит, это эмоциональные состояния. Если вы работаете с ними до тех же 15-ти, то это альфа-волн. Вот альфа-волны, они связаны с абстрактными понятиями, категориями, мышлением, логикой. Вот человек, который решает задачку, вот, можно смотреть, что там у него происходит. Это вот альфа-волны. Вот очень интересно, что граница альфа-волна, там, 7-8 генз, где-то, как и вижу, граница, она связана с так называемым резонансом шума. Наша ионосфера и поверхность Земли ионосферы, это такой сферический конденсатор. У меня проводящий ионосфера, зеркалый, тоже проводящий. Вот сферический конденсатор. И он все время возбуждается грозовыми разрядами, особенно вот, в первую очередь, выглядит в эпатемиальной зоне. То есть возникает определенная частота. А вот эта частота шумная, это и есть нижняя граница, соответственно, альфа-волна. То есть мы в каком-то смысле синхронизованы с состоянием планеты. И когда возникает магнитная буря, то есть зеркало и ионосфера уходит, меняется эта базовая частота, и люди должны адаптироваться. Это на всем этапе возникает соответствующее состояние кризиса. Вот сегодня говорят тоже, как это там буря. Так вот, когда вы опускаетесь еще ниже по частоте, это так называемая ТЭТ-волна. Это трансовые состояния. Они инфразвуковые, ну так же, как эрф. Вот, но когда они возникают? Вот оказывается, они возникают в геймерских этих играх. Это состояние быстрого переключения внимания. Оказывается, это трансовое состояние, оно приятно. Приятно. И человек ищет, ну, либо эту же род деятельность вот с быстрым переключением. Либо он сам создает это. И тогда вы видите детишек, которые общаются на птичьем языке очень быстро, нервно переключая внимание друг на друга, то есть не договаривая фразы. Вот. И потом из них вырастают, ну вот, я с грустно наблюдал последние годы, не хочу сказать, что везде, достаточно состоятельные эти коммерческие, вот, по-другому службе. Дети сидят, вот все, они, во-первых, все чем-то занимаются. В одном ухе у него плеер, значит, здесь у него планшет, чтобы что-то там смотреть, там, какие-то, какую-то информацию. Здесь у него гаджет, который вот там что-то переписывается оставшимся глазом, ну, он смотрит. А я читаю что-то там. И он даже иногда что-то сработает у себя. Но мы, как люди вот нашего поколения, мы понимаем, что для того, чтобы человек проникся в идеи, которые вы читаете, вы должны быть в состоянии эмпатии с ним. То есть внимания сердечного такого. Никакой эмпатии в этом состоянии быть не может. У него четыре канала включено сразу. Он только поверхностные вещи какие-то срывает. Поэтому возникает вот такая культура клипового сознания. Это дети клипового сознания. Они уже не дети, они уже выросли. Но они не могут покинуть вот эту вот зону тетаритмов. Они ее ищут. И они так же себя ведут. Что характерно для этого клипового сознания? Во-первых, параллельная система обработки информации. То есть он сразу может как бы работать. Вы посмотрите, допустим, в чатах. Они забираются в чат. И могут общаться сразу с несколькими персонажами. Это забавно. Я, кстати, в своей юности, лет, наверное, 25, был зам деканом. Одного крупного факультета, инженерного. И все происходило на переменке. И поскольку деканом у меня был старенький и больной, я был фактически деканом. И вот на переменке собиралась, значит, оперативка деканская. За в кафе присобирались. Тут вот в другом помещении рядышком командиры. Они в погонах идут. Гражданская авиация наступает. Ребятишки сидят. Ректор может про ректора что-то позвонить. А время вот 10 минут на все. И вы находитесь вот в таком цепноте. У вас несколько, значит, этих режимов одновременно. Я даже эксперименты делал, ну, не с отростком, а там ребятам предлагал одновременно мне говорить. Ну, там, 3-4 человека. Они удивлялись. Ну, потом каждый делал свое. Ну, я вот выхватил. Это не значит, что... То есть я себя вгонял в это клиповое состояние. Но потом я мог из него выйти после того, как все заканчивалось. Это довольно забавно, на самом деле, такое бодрянное состояние трек. Вот как варшин на коммутаторе что-то все время делаешь, но ты успеваешь поймать суть. Задачи были несложные, поэтому удавалось все действительно. Так вот они живут в этом состоянии все время. Вы тоже попадаете в клип. Когда? Когда вы собираетесь в интернет и начинаете анализировать новостную лифт. Вы же не читаете все подряд, правильно? Вы пролистываете по заголовку, там, какие-то первые фразы, строки. Вот. И вы тоже можете очень много выловить ценной информации. Но потом, когда вы, значит, помните, а мне вот это надо, вы читаете уже по-человечески. Так. То есть для нас клиповое сознание и работа с информацией в вот таком вот овральном режиме – это просто один способ. А это не способ, это образ жизни вот этих ребятишек. А вот теперь давайте посмотрим. А что произошло? И как надо с этим, как вот можно было бы вылечить это? Потому что целое поколение. С чем это связано? А связано это вот с чем. Если ребенку не давать играться в эти компьютерные, значит, скоростные вещи лет до 12. Пусть он там иногда мультик какой-то посмотрит или что, но не давать ему играться. Что это значит? Дело в том, что в антогенезе развития человека, вот как малыша было, зрелого человека, есть зона от 5 до 9 лет, которая связана с эмоционально-мифологическим вот таким вот образом видения мира. Это время сказок, это время героев, то есть понятие нравственно, хорошо, плохо, дается именно в это время. Это время художественных упражнений. Конечно, они там с 5 лет уже рисуют чего-то, да? Но вот тут начинается творчество уже такое широкий культурный подтекст, а не просто там червячки-демозаврики, да? Вот. И вот если ребенок проживает этот возраст вот так, как у нас принято было в обычном образовании, которое у нас, это время прикосновения к высокому, к искусству, и к нравственности, к этике, это время развития эмпатии. И что такое понятие произведения искусства? Вы должны вжиться в нем, да? Вы должны войти в это поле, в это полотно, вы должны почувствовать, да? Но эмпатия – это некое умение сопереживать. Это животные, с которыми вы как-то находитесь в контакте, да, домашние, или, не знаю, на природе. Не зря говорят, что, скажем, высший там мангс развивается, когда ребенок смотрит, как мурагин, ползут. Он наблюдает вот этот мир, и он в восторге находится. Так вот, как только вместо всего этого, прожитого через века культуры, ребенок получает такую вот плоскую штучку, а там не с чем соединяться. Какая там эмпатия? Правильно? Вот. Стилизованные какие-то там бегутые. Персонажи. Это не значит, что мультики не бывают замечательными. Вспомните «Ежик в тумане». Да. Все. Но «Ежик в тумане» – там же совсем другой темп. Какой там клип? Это мягкое вот это вот движение, загадочность, там где-то пыхтит, там какая-то лошадиная морда появляется, вот у него там испуг, мы с ним это все вместе переживаем. Это совершенно потрясающие художественные произведения. Но много таких произведений. Вообще в мировой практике лучше на пальце одной руки. Вместо этого появляется «Дисней», ничего против не имею. Но «Дисней» – это драйв, это вот эта скорость. И там возникает состояние удовольствия, постоянного почесывания мозга от того, что, значит, там что-то куда-то летит. И ребенок не понимает, осознает, не успевает, а и почувствует, не успевает. Это только начальные эмоции, самые грубые, самые примитивные. Все. Вот. Поэтому никакого тонкого восприятия, никакой эмпатии не развивается. Вот эти детишки, они очень интересно реагируют. Там наблюдаешь, они сидят там, что-то такие слабые, никто там, ничего худого я про них не говорю. Я не говорю про какие-то инфернальные пространства, в которых там агрессия, еще что-то. Я говорю именно о том, что массово, и вроде бы не вызывает опасности. Так вот, вот ты смотришь, и вдруг девочка какой-то на СМС-ку приходит, ну, драматическая какая-то, там, не знаю, кто-то там ее бросил, или еще что-то. И вот тут ты видишь, что на самом деле уровень их эмоционального развития, это дети, маленькие дети. Она начинает ревнивать, остальные бегут к ней, а это студенты. Вот. И вот как это возможно? И вот начинаешь понимать, что эти люди, ну, не по своей вине, так устроили культуру, они лишены нормальной системы образования. Слово образование, конечно, надо понимать шире. Это не только образ, значит, вот, но это и воспитание. У вас образование-то, воспитание и обучение, да? Вот воспитание, то, что, собственно, через культуру может быть дано. А суррогатная культура виртуальной реальности, она совсем не для этого вообще. Это вот первая и огромная проблема. Фактически вырастают люди, лишенные. А. Эмпатической, значит, лишенной. Вот. Б. У них эмоциональный спектр, очень узкий. Вот такие начальные какие-то. Там прикольно, хорошо, там приятно, неприятно. Все. Попробую его сочинение заставить, написать, там, какие-то тонкие переживания. Вот. Воля, я уже сказал, весьма условная. То есть в виртуальном плане всегда можно уйти от неприятностей. Переключить, выключить, в другой уровень. То есть нет уроков преодоления, сопротивления вот этой реальности. Она намного более жесткая. И цена вопроса совсем другая. Там можно стукнуться, ошибиться, там, разбиться. Ну и что же в плюсе-то? А в плюсе способность работать вот в этом быстром, быстром меняющем семье. Работать в режиме клипа с параллельным. Да, там могут быть даже неплохие идеи. Но они вот как бы из воздуха вот так ловятся. Вот это вот новая генерация людей, которым трудно прививать ценности, наши ценности. Поскольку фактически сейчас происходит реактивизация понятия добра и зла. Допустим, в либеральной системе ценностей вы добро, все, что тебе хочется. Ты имеешь на это право. Уже давно забыто, что это право ограничено правом другого. Еще вот те первые настоящие либеранты, они это понимали. Вольтер говорил, ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Нет, это уже не так важно. Вот. Вот если говорить о культуре следующего поколения, а на самом деле мы можем сколько угодно сокрушаться по поводу того, что происходит с культурой уходящей. Мы-то ее вечно не хотели бы видеть. И она, я надеюсь, таковой будет. Но мы же общаемся не с молодыми, мы общаемся с поколениями средней и высшей, ами старшей. А вот как вот войти в эти пространства современной молодежи? Вот что интересно. Честно говоря, ответ на этот вопрос я не очень знаю. Что вообще привлекает человека, что ему интересно в другом человеке, вот так скажем. Что ему интересно. Ну, если он такой же, ну, это, кстати, тоже мотив, что всякие культовые фигуры, поп-музыки и так далее, вот они не какие-то необыкновенные, они такие же, как ты. Бритни Спирс, как как-то, наверное, девчонка, вот ты можешь такой быть, вот, пожалуйста, поехали. Это еще одна сторона прививки массовой культуры. Но что человек всегда привлекало в другом человеке? Вот давайте рассуждаем, что он. Ну, за что мы любим, вот, каких людей, герои, там, еще кто-то. За что мы их чтим? То есть, за то, что мы бы не смогли, да? Мы бы не смогли. Ну, за жертвами, да? Самотверженность. Самотверженность, да. То есть, то, что нам, мы бы, может быть, хотели бы, но я бы нам это. Слабо, так скажем, да? Это первый момент. То есть, на самом деле, есть вот этот вот инстинкт, почитание, жертва, жертвенного начала. Он у всех есть. Вне зависимости. Это, на самом деле, глубинная вещь. Вторая вещь, которая привлекает других, это совершение чего-то, что тебе тоже недоступно. Ну, и ты знаешь, что это было бы здорово. То есть, это, ну, вот, что такое актер, что он в себе соединяет в себе, да? Почему актеры, вот, они могут быть, там, кумирами. Что они в себе соединяют? Невозможно. Ну, вот, табаков сейчас хранили. Перевоплощение. Перевоплощение, да. Вот. Значит, и вы верите ему, да? Ну, ведь он вас обманывает. Он же лицедей. Он же все это придумал, рассчитал. Но вы этого не видите. Так? Поэтому за актерством всегда стоит какой-то глубинный процесс, такого, на холодном расчета. Это же не все импровизация, да? Еще дубли, там, десяток с ним, и, правда? В театре, там, может быть, это не так заметно. Но все равно до этого режиссер, там, нам, что репетирует. И он играет, там, в 25-й раз. То есть, актерство соединяет в себе две вещи, которые еще надо соединить. Рациональное начало. Вот. И эмоциональное. Попробуйте быть в состоянии аффекта и вместе с тем помнить хорошо, что вы должны сделать, где повернуться, как, значит, сказать что-то в запах. Попробуйте. Вот. Поэтому есть такой, значит, юнговский крест. Это, значит, психологические модусы, психоментальные модусы человека, значит, Каргустов-Юнг, где-то в 34-м году читал лекции. В Швейцарии, значит, вот, там, в большом, значит, вот, там, пансионат был такой, и коллеги по психиатре, психологии, значит, слушали. И он там, вот, вверх, ввел понятие экстраверта и интроверта и ввел, вот, как вот у вас есть, ну, представьте, секрет, да. Вот здесь логика, а это пространство плоскости разных возможных модусов психоментальных. Здесь логика, внизу эмоции, здесь будет интуиция, а здесь будет ощущение. Так вот, утверждение следующее, что логика эмоций находится в отношении дополнительности. Вы их никогда не можете одновременно проявить максимально. Если я задумался и решаю задачку, то ясно, что я достаточно бесстрастен. Если я волнуюсь и испытываю волнение, то я задачку не решу, правильно? То есть они мешают друг другу, эти модусы. А вот у актеров настоящего они почти незаметно не мешают. Поэтому у греков, скажем, театр, это было одно из лучших искусств. То есть, ну, там еще были функции инициативические театры. Это не только усилие, в первую очередь, значит, вот рождение нового человека, мистерия, мистерия, мистерия театра. А вот вторая, вторая часть креста, значит, интуиция, ощущение. Это то, что связано с дополнительностью вот чего. Если у вас болит зуб, ну, ощущение, да, или вы укололись, то вряд ли вы в этот момент сможете сосредоточиться и придумать что-то. Правда же? Вот. Ну и наоборот, если вы задумались, то так это и видно, что у вас маска, спокойствие на лице, расфокусированный зрачок, аккомодация на бесконечность. И вы видите перед собой, скажем, портрет Александра Сергеевича Пушкина, кистики Принского. Вот он смотрит, он там, значит, смотрит, вот поверь на наших голов куда-то, а его здесь нет. Вот он в состоянии интуитивного канала. И в этот момент он ничего не слышит. Арина Грюдарь, пойдем заход, Саша, Абеля, он не слышит. Это все нам тоже знакомо. И вот эти вот две дополнительные вещи, оказывается, тоже соединяются максимальным образом в том, что нам плохо достают. Что у греков было, кроме театра? Чем они любили? Каким-то стилиго. Да, состязания. И вот когда вы находитесь в состоянии состязания с кем-то, с париком и так далее, вы должны быть, во-первых, ваша телесность должна быть вам совершенно подвластна, здесь задумываться некогда. И вы должны предвидеть, что делает ваш соперник. Соединять две и с одним вещью. Вот эти вещи вызывали всегда восхищение, древние племена. Искусство воина, в общем, спортсмены, олимпийцы и так далее. И театр. Вот. Но это вот то, что ушло в массовую культуру. Но самая базовая вещь, которая, от чего мы начали, это жертвенность, вот она намного выше. Она намного выше. И когда мы... Она намного выше, и в данном случае в ней всегда присутствует некий исток, корень этого поступка, это любовь. Жертвенная любовь к матери, любовь к родине, да? Вот. И вы понимаете, что вот собственная человеческая природа настоящая, она вот в этом. И здесь имеются два типа жертвы. Вот одна из них это подвиг. Военный подвиг, там, не обязательно. Это может быть человек, который спасся. Из автобуса детишек, там, сам, какие-то, мол, ходящие, да? Вот. Это вот сверхусилие разовое. Оно кратковременное. Человек мобилизуется и совершает. Вот. А есть другой тип жертвы. Это жертва служения. Она не имеет по времени ключей. Это жертва подвижничества, жертва святости, жертва служения идеологии. И вот, ну, опять же, вместе в один день с Табаковым, значит, Хокинга, коробили. Вот как раз пример такого рода служения. Почему? Он не был религиозным человеком. Но в данном случае это служение науке, которая, собственно, вот, нет ничего выше истины, как Дилем Петрович Лавацкий говорил. Вот. И эти вещи всегда вызывают восхищение, уважение. Вы помните, есть кадры, где Папа Римский его, значит, как-то награждает. Понять, что он там всякий президент, и у нас здесь он был. Вот. Так вот, идея жертвы совершенно чужда либеральной культуры. Вот в чём проблема. Проблема современного мира, который отказался от базовой идеи жертва и дара любви. А это то, что прививается малышу, вот, совсем с раннего периода, когда он там, ну, этические вещи, они где-то, ну, не раньше, там, четырёх лет, вот, могут быть объясняться. До этого, ну, чисто спонтанно происходит. Но если он видит эти примеры, то у него проявляется альтруизм и сочувствие. Конечно, вы скажете, ну, есть же экологические движения, есть охрана животных, там, есть хосписы. Да, это некие, ну, формы, ну, спасения того, что можно спасти. На самом деле даже, вот, можно говорить, что за этим стоит будущее. Да, я знаю таких замечательных людей. Ну, вот, кстати, очень яркий пример из современных, это доктор Лиза, вот, который действительно был очень подвижником и, да, как Лизавет, человеком. Вот, поэтому эти люди всегда есть, но если вы о них не говорите, дети, если вы это не прививаете, если вы не слышите, если они не слышат этот камертон, человечности и сердечности, то возникает вот такой вопрос, который первый задает этот молодой человек, а что мне с этого? Вот, что мне с этого? То есть он фактически убирает половину мотивов подлинной жизни, которые связаны с тем, что такое удовольствие отдать, подарить, помочь, да, что это удовольствие на самом деле, обязанности. Вот, вот эти вещи, к сожалению, у нас не воспитываются, вот в парадигме, чем общество потребление. Почему? Он же для себя, вот так руки закрыты, правда? Вот, а если вы возьмете высокую культуру, то она вся устроена на вот этих вот ценностях, не просто эстетических, где там актер играет в мастерстве, да, а там, где актер может транслировать свое сердечное состояние, но должен быть в нем, он должен его дарить зрителям. Вот. В этом, с одной стороны, беда, с другой стороны, вот я сейчас, ну, вот работаю с такими, у нас небольшой круг, ребятишками, которые пытаются нарисовать образ будущего, ну, как, не художественно рисовать, а вот, что это такое. Выясняется, что можно там закон какие-то писать, но все законы, это лукавые, тандыры, вот, если у вас есть добрые намерения, закон будет работать в этом направлении. Если вы имеете худые намерения, то вы будете лицемерить и фарисействовать, и закон будет тоже на вас работать, он не является математической теоремой, так всегда есть дыры. То есть, с законом ничего не получилось. Тогда занялись, вот, вопросом, а что же в человеке? И вот тут вот мы приходим к тому, что, собственно, религи, о чем они всегда писали? Это вот проблема восхождения духа, мира огненному, это проблема отношения человека и мира, это отношения человека к козлу, вот, и когда вы начинаете в нее смотреть, то вы видите, что это новое, ну, как бы для двадцатого, скажем, века, столетия, издание того, что было написано великими учениями прошлого. Но не только, потому что здесь уже ведут более, я бы так сказал, наверное, наверное, если вы прочтете там добротолюбие и соберете все эти крупицы, ну, кто это способен сделать, да? Вот, наверное, вы могли бы найти вот все параллельные места, вот, но это другой язык, другая эпоха, другие культурные ходы. Поэтому религи дали нам это вот для современной эпохи. И это близко, близко к современному человеку. Смотрите. У меня же, у меня лекция сейчас. Один тут человек, достаточно крупный бизнесмен, увлекся Кастанедой, уехал туда, стал его почерком, потом разочаровался и вернулся. Он понял, что не надо никуда ездить, все есть, везде есть, и кто съездил в Тибет. Да, он прикоснется к этому, но в конечном счете это нужно только для того, чтобы понять, что это есть везде. Но в первую очередь у нас самих. Вот он сказал так, что основная задача человека – это не допускать через себя зло в этот мир. То есть, да, мы с ним боремся, оно в нас присутствует, мы его не допускаем в себе. Но важно, чтобы эта зараза не проходила в автюр. Вот, это и есть форма трансмитации человеческой души. Вот Рерихи очень хорошо это понимали, и здесь такой рыцарский дух, отношение к миру и главное такое требовательное отношение к самим себе, оно очень помогает выстраивать личность. В свое время я как-то несколько кругов прошел на всякий, прикасывался к разным учениям и так далее, ну и как бы почувствовал, причем особенности тех или других. Ну, я бы так сказал, что православие замечательно. Я православный человек, я нахожусь в этой культуре. Вот если вы имеете активную жизненную позицию, а не просто там допускаете, ну освещаете этот мир, там пытаетесь его как-то, а если вы имеете именно активную жизненную позицию, то Рерихи дали, пожалуй, единственный вариант преображения мира. Почему? Потому что в христианстве, видите ли, в первые века была вот эта вот идея царства Бога на земле. Еще Василий Великий, они говорили о Софии, а София это вот логос, который еще был до сотворения мира, через который происходило творение. И поскольку мы по образу и подобию, то наша задача создать здесь вот такой же совершенный мир. Ну, да, первый собор вот был построен в Софии, значит, соответственно, в Великий, в Кистиниан. Тогда была попытка разорваться прошлым, Эллинским, хотя до этого взаимодействия было очень плотное, вот это после, соответственно, восстания против христиан, являя нас отступника, вот, и вот для того, чтобы сохранить идеи творения логоса, вот этот собор, Фасофийный был создан. Ну, что происходит потом? Еще до 12 века на Руси были Софийские храмы, соответственно. Сейчас вот, может быть, один тут в Москве есть монарежный. Они в Успенске были потом переименованы. В чем дело? Дело в том, что идеал творения здесь Царства Божия, он уходит. Вот, власть, то есть Церковь выбирает иной путь. Не противостоять этому миру и создать, соответственно, идеальный мир, а сотрудничать с этим миром, но тихонечко его изменять. Отсюда вот эта идея сотрудничества с властью и так далее. Вот. Так вот, Рерихи в каком-то смысле возрождают идеалы Софийной, вот этой идеи, культурной идеи, которая была, вот, включительно до 6-7 века. Поэтому, когда мы говорим о институте Лу-Свате, то это очень не случайно. Фактически, это и есть синтез искусств, новых знаний о человеке и науке современной. Еще один вызов, который я только совсем пару слов скажу, это искусственный интеллект. Вы понимаете, что искусственный интеллект, это не случайная вещь. Это последний этап отторжения человека, его компетенции, функции. Сегодня искусственный интеллект выигрывает практически во всех компетенциях, которые могут быть предложены человеку при нами на работу. Это еще слабый искусственный интеллект, а где-то нам грядет большой искусственный интеллект, который просто уйдет в отрыв, мы даже не будем понимать то, на что, на чему он учится и так далее. Так вот, что же получается, что человек это какая-то несовершенная, ну естественно, эволюционный этап развития для того, чтобы потом уйти на машинный уровень, да, сознатель, или все-таки человек нечто большее. Я вот этим вопросом много занимался, потому что нет никакого основания обойти этот искусственный интеллект. Знаете, еще много фантастики, вот всякие скайнеры там, называют момент создания большого искусственного интеллекта технологической сингулярностью. И с этого момента человек становится, ну как бы, на содержании во всех отношениях. Это вот как старый, плохо соображающий дедушка. Ну а здесь вот есть какие-то новые формы жизни, но они могут даже и неплохо к нам относиться, там, добудиться. Но суть-то не в этом. Суть в том, что мир уже управляется другими законами, другим разумом. Вот возможно ли это? И где у человека есть то, что не может быть достигнутым искусственным интеллектом? Это как раз для того, чтобы это понять, надо обратиться вот к этим телам, но они в разных традициях описаны, в разных количествах. Рейхи не сильно как-то дифференцировали, это ни к чему было. Но вот высший из них это мир опыт. И когда вы понимаете, что у нас есть сома, энергетика, реакции, реактивно-эмоциональные функции, логические, алгоритмические, функции, это все сегодня машины прекрасно делали. Но потом поступает некое свойство, которое мы сами не понимаем, как оно нас посещает. Это интуиция, то есть создание творчества того, чего никогда не было. Это эмпатия, то есть взаимность, переживание, сочувствие. Это то, что Юнг будет называть принцип синхронистичности, когда происходит одновременно открытие каких-то замечательных научных откровений, теорем, сразу несколькими людьми в разных частях света, на разном языке, по плагиатам начало, так словно, элис посетил самых достойных, кто трудился, а люди трудились веками на эти темы. Вот эта вещь хорошо известна. Но, наконец, воля. Воля, она, это не желание, это не насилие над собой, чтобы что-то сделать. Это то, что создает единство всех наших тел и позволяет осуществить невозможное. Потому что восхищение жертвой, жертвой, жертвенное состояние, это проводник воли. Так вот, в машинах этого нет. А почему? Потому что вот эти три, это три антуиции, эмпатии, воли, они не только наши, не столько наши. Они, ну вот, как вы сегодня сказали, трансперсональны. Мы можем обмениваться этим, делиться этим, создавать или даже как бы обнаруживать то, что оно присуще всем нам. Поэтому, когда вы берете мировые религии, там нет свой, чужой, нет ни веленой, ни буддии. Вот. Зато кто ж там чужой? А чужой – это злоб, которое одолевает каждого человека и присутствует у нас, мы подвержены ему. Вот. Поэтому все люди – братья в мировых религиях, это неважно, может быть, христианство, ислам, там, буддизм. Вот. А если вы берете локальные религии, то там обязательно есть. Это мое племя, мои боги, а вот это чужие. Они вообще не являются людьми. Так вот эта вот идея вселенского древа, человечества в целом, это и есть то, что нас отличает от железок. Это то, что в современных терминах говорится как на одного сфера. Это то, что позволяет обращаться вот к этому состоянию. Я не скажу, что это поле, там, сегодня говорят, кто-то о квантуи психологии, да, ради бога, эти вещи можно изучать некое когерентное состояние человечества. И тогда этот мир может быть изменен. Изменен вот через это соборное состояние. Поэтому община – это очень важный опыт и очень важная идея для будущего. Современное сетевое общество, он фактически, оно уже приготовил инструмент для такого когерентного состояния, вот, здесь такой термин – краудсорсинг. Крауд – это толпа, но сорс – источник ресурсов. Это называется мудрость толпы в этом контексте. Так вот, оказывается, что такое коллективное сознание, но вы его отчасти можете видеть в игре «Что, где, как, да». Вот, оно дает удивительные результаты. Во-первых, оно умнее любого из играющих, не только. И во-вторых, там так, словно, вот этот вот коллективный субъект имеет информацию, которую он туда не закладывает. Вот, вот, сегодня этим активно занимаются, и фактически мы выходим, ну, как занимаются, опять же, занимаются там военные еще, кто-то вот так, системы. Для своих целей они пытаются обуздать вот эти вот сферы коллективного, бессознательного. Но, вы знаете, сфер человека все спецслужбы строили и построили, но только он не подчиняется спецслужбам. Поэтому они его, как говорится, не культивируют, потому что он выше всех этих мелких. Поэтому современный мир, он стоит на пороге доказательства, научного доказательства и тонкого мира, и соответствующих феноменов паранормальных. Более того, те, кто понимает, понимают, но осознание этого позволит человечеству пройти от общества потребления к обществу, вот, братства такого подлинного и ноосферного сознания. Вот, если мы берем французское революцию, там, свободу, равенству, братства, да, там уже от братства ничего не осталось, от равенства тоже, вот, все про свободу говорит, да. То, вот, следующий разговор об антропологическом переходе середине 21 века, там вернутся эти идеалы свободы, равенства и братства, нормы, но появится вот это ноосферное сознание, к которому мы будем иметь доступ, и каждый будет чувствовать ответственность за ближнего и за планету в целом. Фактически, это космическое сознание, и роботы тут, конечно, не затягиваются. Ну, вот, на это уехали. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Высоколепие. Мария, вы переборите за основу новых. И вот такие вопросы, это же не какие-то абстракты, а это то, что, зачем мы все соприкасаемся к жизни, что нас в Волголе, но и все, продлинула долг у коллеги и так далее. Поэтому я думаю, что наверно много вопросов. Пожалуйста. Спасибо вам очень интересно и очень многопланно. То есть, у нас столько там было выслей и идей, что хочется обо всем поговорить. Но вот я про молодежь. Спасибо. Как вы думаете, вот с позиции вашего опыта и ваших знаний, вот это клиповое сознание мышления, которое уже поколение выросло, которое создает свои семьи, и у них уже рождаются детки. Вот у меня, например, очень большое беспокойство именно будущим вот этим. То есть, кого воспитают и вырастят клиповые родители, и кто, это уже будет следующее поколение, куда это приведет? Какой-то тупик, чтобы это закончилось, или это будет, наоборот, взрыв, как, не знаю, какая-то прогрессия геометрическая? Как вы представляете? Да, очень хороший вопрос. Спасибо. На самом деле мы имеем и драму, и еще возможно расщепление такое аэроморфосовое у рода человечества по активации тех или иных способов работы с информацией. Более того, вот этот пример, он в каком-то смысле уже очень грустный, да, он уже существует. Есть африканские страны, где 12-летние девочки становятся матерями и дальше запускается с его рождения. То есть, это ювенильные такие вот населения. Они к культуру вообще не успевают. То есть, ну вот, назовите как угодно это. Понимаете, там дело даже не в клепом сознании. А дело в том, что все-таки западная цивилизация, она отодвигала, и даже если сейчас, вот, там, явно позже, там, 40-летние образуют семьи, да, вот сейчас есть обратный процесс. Они еще не сформированы. Там даже уровень рационального сознания не оформлен до конца, а уже начинается воспроизведение. Вот, репродукция. Уже целые регионы малышей, которые рождают сами себя. Вот вам, так сказать, это может быть расщепление. Расщепление человечества на подвиде. Это жутко звучит. В данном случае это не биологическое. Просто, вот, количество типов когнитивных карт сознания людей намного больше, чем рас. И вот эти люди, вот, по архетипу когнитивным, они будут друг с другом, значит, общаться. А остальное они просто не будут понимать. Вот мы говорим сейчас о вселенскости, человечности, да, принятии и понимании любого, да, что характерно для великих, так, споведников. Ну, понятно, что. А здесь может произойти расщепление уже не по территориальному, этническому, а именно по типу когнитивных карт. Об этом тоже разговоры дали. Поэтому вызов очень серьезный. Ответ я вам не сказал, но могу заверить, что эта тема очень тревожна. Как вернуть из клипа в норму? Очень просто. Надо, это сложнее в сто крат, но надо вновь вернуть человека к классической литературе, когда надо вчитываться, а не сюжет по диагонали. СО-переживать, музыка, живопись. То есть там, где нужно постоять и дождаться в себе отклика. Они у них не умеют ждать. Им надо, хватит, хватит, побежал. Вот что я говорю. Но этот термин, это не термин, это направление создает как раз образование. Конечно. Но это уже образование для взрослых. Мы хотим исправить проблему прорехи. Это не прорехи, это просто... Вот знаете, когда было много беспризорников после Гражданской войны, после Великой Отечественной, в чем особенность психологии? А у них пропущена вот эта зона, вот эта девятилетняя, там, ну, 7-9 лет, там, где задается норма морали. А они же в криминальной среде, какая там мораль, да? Вот. И вот потом очень сложно задать человеку эти нормы. Очень сложно. Если он этот период прожил в агрессивной такой... Что еще, пожалуйста, вопрос? Да, да, да. А как вот при этом положении, которое в перспективе даже расщепления сознания, все-таки мы к этой новой сфере сможем прийти? Похоже, то какие-то катастрофы грозят, а они объединены на новой сфере. Ну, я поэтому и говорю, что это где-то в середине века. Ну, как тело. Правильно. А когда система переходит в новое качество, то у нее обязательно деструктивная фаза. Конечно, жду серьезные испытания. То есть через испытания. Ну, как, ну, как, всегда так было. Я вот смотрел соответствующие модели. Вот, мировые войны, революции, но где-то в середине следующего десятилетия. Сороковые годы. Там сначала Ближний Восток, ну, в смысле, Дальний Восток, потом тут. Дело в том, что вот аналог французской или октябрьской революции, они в одной стране два раза не бывают. Это уже не у нас будет. То, что будет в середине века. А там будет революция, аналог мировой войны. Не факт, что это связано с Россией. Но масштаб не работает. Вот. Но это значит, что мы будем так или иначе переживать все. Понимаете? Может быть, принимать население других стран или как-то. Но, в первую очередь, наша миссия – это давать образец. То есть, для этого надо самим очиститься. Потому что, когда мир в лжи весь подрядит, то, соответственно, не надо никого ничего не доказывать. Люди, мы сами тянем все. И все же возникает вопрос, вот, что делать с тем клипом сознания, с теми молодыми людьми, детьми и так далее, которые действительно, я это могу сказать по своим словам и так далее, которые действительно так увлечены этим, что все наши ценности, вот нашего поколения и так далее, этой большой культуры, их же невозможно навязать, правильно? Невозможно заставить. Когда вся твоя окружающая среда, она живет по-другому совершенно. И у нас совершенно возникает вот это вот жесткое непонимание друг друга абсолютно. То, что мы уже живем в разных аттракциях, это очевидно совершенно. И я так же мучаюсь и думаю все время о том, что с этим делать в ужасе, в кошмарном ужасе. И то, что мы сейчас вот с научной точки зрения, все это объяснили, подтвердило, то, что я вижу на практике, непосредственно я не могла так классифицировать, и так сказать, как вы. И вы открыли сейчас, и помогли как бы осознать правоту моей точки зрения, понимаете? И все-таки, что мы можем делать с молодежью, для того, чтобы все-таки помочь им, вытащить вот из этого состояния, какой выход-то из положения, чтобы все-таки спасать это все? Вообще, эту задачу надо решать, ну, как говорится, вот понимаете, когда Шалман Александрович о монаши начинает с малышами работать, они его, кстати, у брата дочек, маленькая была, а не его халуазу, не Шалман халу, халуазу предельчество, то там все понятно, вот как раз в этом возрасте дает им вот эту вот красоту своей личности, и они за ним и тут, да? Как увлечь людей, которые уже прошли пубертатный период, где уже он сам сусам, и поди-ка ты ему авторитет найди, да? Вот. Чтобы вернуть его в эти пространства. Но только, наверное, через какие-то формы искусства, которые мы даже не очень понимаем, как они могут быть устроены. То есть это на самом деле сверхзадача, вы правы, я здесь могу предположить, но образца, вот где это захватывающество, у меня нет в глазах. Это должны быть какие-то формы искусства. Вот и не мотограф, может быть, да? Ну, иногда вот сейчас ведь как, но все-таки кумеры-то остались, если кумеры-то нормальны, понимаете? Если кумером является целостный человек, то ему будут подражать и в том числе и его вкусах, его пристрастиях. Вот. Ну, у нас, видите, как, иногда анти-кумеры. Поэтому эта задача очень сложная. У меня нет решения. Я могу только предположить, но кто бы за это взялся, именно вот корректировка. Потому что, вот смотрите, когда современная цивилизация создавала благо, ну, скажем, автомобиля, передвижения, да, то издержкой было что? Обездвиживание, да, людей, соответственно, ожирение, болезнь, опору, системы и так далее. И возник антидот. Система адаптации. Это фитнес. Или там бег трусцов, или еще что-то в этом духе. Правильно? Вот. То есть цивилизация нащупала форму компенсации, да? Вот сегодня мы имеем уже ментальное поражение. Определенные зоны мозга или определенные формы существования, они подключаются. какую сделать систему компенсации. Вот задача, которая, в сущности, вот должна была бы, кстати, эта тема про клип, она любит Черниковская, Татьяна Владимировна. Вот. И вот вообще эту задачу надо ставить перед научным сообществом. Но все равно никаких иных форм, кроме культуры, только какой, кто ее должен транслировать этой молодежи, вот непонятно. Что действительно это коренная проблема, чтобы мы не потеряли эти поколения, чтобы возникли вот эти контракты. Ну, понимаете, вот есть те молодежи очень такие авторитетные, которые для нас абсолютно не являются авторитетными, эти блогеры какие-то, с конечными, которые даже в эту сторону не смотрят и не суету. Мне это настолько ужасно. Вот. А для них это кумиры. Вот наши кумиры не подходят. Но ведь через этих кумиров можно бы было, если бы их каким-то образом, так сказать, использовать, через них вот эту культуру потихонечку им как-то вытянет. А не наоборот разлагать их дальше. Вот. Но это какая-то задача каких-то инстанций там, которые должны когда-то об этом... Задача идеологическая, как раньше говорили. Конечно, это не проект такого масштаба государства. Вот сейчас создаются какие-то школы, где там какие-то проекты интересные молодежи разрываются. Это все замечательно, прекрасно. Но это все-таки техническое... Ну, это локально, да. локально. Это какие-то задачи там, так сказать, решают. А сейчас, наверное, стоят задачи еще и плюс создания каких-то таких проектов, которые дадут им через доступные молодежи вот эти вещи. Пусть это будут вот эти вот соцсети там и все в этом клипе. И то, что их оттуда вытащат. Понимаете, какая-то задача сложная. Молодежная культура есть, рэп есть, есть вот эти баблы, на которых они там руляют другую рушку, матерят. Там очень неглубо идти и сядут. Понятно, понятно. Но надо это как-то использовать. Но они все сделаны именно в этом ритме. Вытащить их только из этого на классику. Да, согласен. Это все задачи, которые надо решать. Но как вот это сделать, если бы нашлись? Люди двух культур здесь нужны. Это может быть задачей и вот наших в том числе. Наши в том числе именно. Но если бы у нас еще была молодежь, то нам было бы проще. Ну, все родители, поэтому надо выбрать. Ну, родители это все-таки надо. Мне кажется, можно, я еще небольшое замечание, мне кажется, что сейчас молодежь развивает в себе культуру, очень сильно развит культуру путешествий. И мне кажется, что на этом фоне, и действительно, во-первых, вот это им все похватать, они куда-то едут, но они тратят силы, волю, энергию. Вот мои сейчас организуют какую-то экскурсию, вот они ездят по Европе на машину, это же сколько сил нужно потратить. Все это посмотреть, и они не берут экскурсоводов, они сами все, мне кажется, мне кажется, очень серьезно сейчас будет вызов действительно высиживания в этом виртуальном мире. Все-таки и очень хорошо, мои дети повезло, росли под руководством человек, которых таскал в горы. Это вообще, вот я считаю, у меня сейчас внук, и я внучка, но я думаю, что вот первое, что это я сделала, это какую-то туристическую секцию, мне кажется, общение с природой, вообще-то проблема колоссальная, вот я чувствую, убили природу, убивают вокруг нашей молодежи природу, они ее не видят, и соответственно, они живут вот этими, ну, это я думаю, смотрите, я просто немножко скоростного. Сама природа, она дает другой темп жизни. Мне кажется, это самое страшное, что я творец, вот убиваю, знаешь? Вот есть, конечно, отдельная группа молодежи или отдельные люди, которые замечательные, которые совсем по-другому, это все есть, но я не знаю, много или мало, потому что очень сложно определить, понимаете, вокруг вас, что есть, а там на огромных просторах никого нет, я не знаю. Сеть помогает, сетевое общество помогает просторам. Да, но вот я хотела просто пример тоже вам сказать, что мы проводим там занятия раз в месяц с храмово, желающими изучить учение храма, да? Что прорзительно в этой истории? Что к нам пришли, как вы думаете, кто заниматься? Молодежь, и причем молодежь из такой культурной среды, которые многие из них актеры, скажем, певцы, какие-то, люди искусственные, переводчики, вот таков, да? И вот эта молодежь совершенно потрясающая. Вы представляете, мы с ними сидим и не хочется уходить, просто мы после занятия остаемся, никто не хочет уходить. вот, как раз такая молодежь, я хочу вам просто сказать, что, конечно, она есть, локально, она откуда-то появляется и, вот у нас сидит, пожалуйста, представитель, и так далее. Есть это все, но это в таком незначительном количестве, на мой взгляд. они уже приходят вот на подобного рода мероприятия, имеющие уже вот эти вот ростки. А мы говорим о тех, кто совершенно ничего не знает, вот это вот массовое сознание, вот как его повернуть, нужно управлять. Природа, да, вот помимо культуры и искусства, конечно, природа управляет. Вот. Ну, там тоже меняется, вот у меня сейчас знакомые есть, такие близкие, у них ходят туристы, голы и все, так они там даже песен уже не поют наших, понимаете? Еще руководители там помнят, а у них этой культуры уже песен нет. Они же это делают? Ну, по стенам лазят, все это есть, но тоже, оказывается, уходят вот это добраться. Что у нас индивидуализм, он тоже и туда проникает. Вот. Ну, знаете, если говорить вообще о будущем, ну, нас это, конечно, всех волнует, но ведь действительно эволюция определяется меньшинством. Действительно имеется вот массовая культура, которая, вообще массовая молодежь, которая всех беспокоит, но я думаю, что не она все-таки будет определять будущее. Во-первых, я немножко, значит, сам себя перебью, значит, это ведь массовая культура, она тоже не сама по себе возникла, а в значительной степени была стимулирована, вот я неслучайно вам такую реплику подал, вот, системы образования, ведь смотрите, что руководители нашей системы образования утверждали, они говорят, что самая большая ошибка советской системы образования было то, что мы стремились создать всесторонне развитого человека, в то время, как задача образования создать и вырастить потребителя, потребитель и наша система образования на это работает, можно, конечно, задаться вопросом, а это что, недомыслие, они не понимают, или это сознательный какой-то проект, я, например, убежден, у меня сомнение в том, что это сознательный проект, который внедряется к нам, значит, со стороны западной либеральной идеологии о либеральных ценностях упоминантов сквозь Владимира Григорьевича, но надо сказать, что слово либеральное нас немножко уходит в заблуждение, это не имеет абсолютно никакого отношения к тем либеральным принципам, которые в своем веке велика французская Валентинская свобода, равенства и братства, насчет свобода в либеральном современном понимании, это, ну, собственно, я имею в виду, это чисто экономическая категория свободного рынка, но на самом деле и здесь украсно, потому что всем заправляют транснациональные корпорации, а у них внутри этих корпораций никакого свободного рынка нет, там очень жесткая система, в том числе все системы планированы, гораздо более жесткая, чем, скажем, у нас был Госпланет. Вот это все надо верить, и это, между прочим, на авианце рвется не просто так, какими-то, это делает мировая закулиса, термин, который сейчас широко распространен, в мире люди расы, идеологии это употребляют, но мы тут с вами понимаем, что, значит, вот тот кризис, который переживает наша цивилизация, это же не глобальный кризис, это космопланетарный кризис, это кризис, связанный с тысячелетней борьбой сил добра и зла, и вот эта самая мировая закулиса, это же просто силы зла на земле, это темные ложи, борзетелем которых сейчас является финансовый капитал, они уже не имеют никакого отношения ни к капитализму, ни к посткапитализму, там вообще деньги, которые делаются из воздуха и так далее, вот, и вот эта мировая закулиса, она очень настойчиво навязывает нам вот эту вот самую систему образования, услуги никакого там, не дай бог, всесторонней развитой личности и так далее, но надо все-таки иметь в виду, что наряду, так сказать, вот с массовой культурой, с одной стороны, и мы это все тоже знаем, что в наше время возникает совершенно новая генерация, но те самые дети, которых называют удачные или неудачные, дети индига, дети, которые рождаются уже глубоко, значит, зная о превоплощении, о законе кармы, о тонких мирах и так далее, то, что наше поколение, ну, среднее поколение, значит, приходило к этому, путем мучительных размышлений, переоценки ценностей и так далее, они уже с этим рождаются, они все это прекрасно знают, вот это поколение, вот это генерация вообще ваша, кроме того, есть совершенно удивительные, значит, дети, и слава Богу, что их, значит, сейчас у нас действительно, ну, как, пропагандируются, ну, конечно, хорошее слово, пропагандируют, я вот это же, ну, я хочу, вот, синие птицы, кто смотрит, это же потрясающие какие-то удивительные, что вы, талантливые дети, и очень хорошо, что это показывают на всю страну, что мы это видим, это пропагандируют, и не только синие птицы, есть и другие проекты. С пиваков, с пиваков тоже занимаются. Да, даже этот я уносил, люблю, этот Максим Калкин, он тоже там с этими талантливыми людьми работает, вот, то, что происходит в Сочи, этот самый клуб «Сирикс», там же уютнее, ну, там и спортсмены, там и кисты, и там математики, и там литераторы, то есть вот эти вот направления, очень хорошо, что сейчас за это населились. И я думаю, что нам надо все это дело тоже, во-первых, поддерживать, ну, и самим тоже, насколько скажем, мы можем, значит, тоже развиваться. Значит, скажем, у нас же Сергей проводят такие вот проекты, типа «Знамя мира в космосе», в которых тоже дети участвуют, вместе с космомами, тоже очень хорошая вот речь. Так что, я думаю, что те, кто уже подпал, вот под это, их трудно будет вытащить, наверное. Вот задача не столько, чтобы вытащить тех, кто подпал, чтобы не дать новую, чтобы вот именно помочь, значит, вот детям, значит, развиваться в нужном направлении, ну а то, что их, пусть даже меньшинство, именно они определяют, я думаю, будущее. Да, это правильно. На самом деле, философия малых дел здесь работает в первую очередь. Ждать милости от министерства, которое, допустим, смотрит Сталин вдруг министром, но никак даже не встанет. Да вот и Сталин, бюрократия, здоровый, ну и сейчас вот и Васильевой ничего не дают. не так все просто с этой бюрократии, она на самом деле вполне автономная животная. А насчет, значит, я сейчас еще маленькую ремарку, насчет путешествий, есть такое сейчас сериал идет, ну он постоянно обновляется, мир наизнанку. Да. Вот. И там очень славный, интересный ведущий. Вот он как раз обладает потрясающей, он очень просто ведет себя по человечеству с людьми, но вот сам, я не знаю, как он жив до сих пор, потому что то, что он там ест, он, знаете, он не так, что вот Мах город контраста, потом зашел на рынок, показал идеи, все, нет, он идет в самом деле. А стопе очень симпатичный, да, но про Японию очень интересный. Да, Якузо там, но дело в том, что я не видел таких путешественников, которые вот так самоотверженно идут в самые опасные места и ведут себя абсолютно просто, доступно, дружественно, ну вот, с людьми, которые, ну, совершенно, кто-то бы побоялся руку протянуть, так что, ну, там же все эти болезни, Африка, Южная Америка, вот, человек, который ничего не берет. Жить для молодежи может быть примеры такого. Да, но это удивительный человек, на самом деле, молодой человек, обладает удивительной харизмой, такой светлой. Я первый раз его увидел, когда у Сундакова, это наш знаменитый путешественник, привез несколько большущих ящиков масок из Африки. Ему всего этого надарили. вот он такой человек, что ему там все подает. Так вот, когда Виталий открыл это дело, говорит, ты что, ты в своем умеете? Тут привез все обрядовые маски, погребальные, военные, то есть, которые там намолены, там уже другой фонер в сто раз. Понимаете? Вот, вот, пожалуйста, это вот открытость. Все люди-братья, он так с любовью относится ко всем, так по-просветски шутит, и это не наймишь, это его форма существования. Вот, рекомендую посмотреть, это вот молодежь нового типа. Ну, как, молодежь, молодежь. Ну, молодежь, движая молодежь. Да, молодежь, несомненно, да, это очень... Молодежь, это же не движение. Да, конечно, конечно. есть движение, так и называется, старость в радости. Когда... его ведет дочка моего хорошего знакомого, Олескина Саши. и там, значит, как, они приходят в эти дома, престарелые, и фактически они становятся их дочерьми. Вот они, вот их, как бы, так сказать, это очень здорово, на самом деле. Вот ее послушаешь, понимаешь, что такое. Служение. Да. А еще очень многое ходит в онкологический детский центр. Да. И это молодежь, порядка 25 лет. Такие, которые ходят помощники. Сейчас была вот этот, как же, бегак, там, вот это, который ведет интервью. 16 лет здесь живет, как-то, Деграмов. Ну, значит, кто она там, бельгийка, ну, наша когда-то. И она здесь 16 лет, вот служит в хосписе, уходящие люди. На спортивный она служит. Ну, на спортивный хоспис. на радио. Да-да, на ряду с метро. Вот. И вот она, она с одной стороны верующий человек, там, у нас что-то про Анатолий Суржского. Потом она рассказала, как она общается с людьми, которые уходят. Вот, потрясающие все. Нет там никакой, ни религии, ни религии, кто хочет там, говорит о том. Просто чисто человеческая, сердечная поддержка. Вот. И вот этого дорогого стоит. Потому что люди не знают, что только границы бытия, а здесь мир-то искусственный. и силы. Вот такие вот проблемы. Так что надежда есть. Дмитрий Григорьевич, у нас небольшая такая реплика, типа возражения, что ли, вот, когда вы говорили относительно, ну, какой-то... противоречия, значит, между логикой и эмоцией. Ну, да, мы знаем, что даже у нас же разных полушария поправляют, скажем, эмоции, но логика. Но в то же время, вот, мне кажется, здесь не такое, значит, явное противоречие. То есть, когда у человека какие-то суетливые эмоции, ему трудно сосредоточиться в жизни. Но если это воодушевление, вдохновение, что же эмоции? Вот такие эмоции как раз помогают и логическому разношению, и более того, могут даже привести и к озарению. А когда озарение происходит, то это вообще эмоции? Ну да, это же выжило в этой девайке, да? Вот, вы абсолютно правы, потому что эмоции, конечно, бывают разного типа. Вот, можно было бы так сказать, что есть эмоции, которые связаны с соном, удовольствие от того, что там почесал запахом, а там чешется. Вот, есть эмоции от радости движения вы испытываете, энергетически, какой-то. Есть эмоции действительно индивидуальные. Вот, есть эмоции от от встречи, с человеком, узнавать, вот это эмоциональное. то есть, действительно, есть разные их формы. Конечно, когда вы берете эмоции такого духовного плана, который будут уже покупать, то они не противоречат, не противоречат, безусловно. Это и есть, собственно, полнота духовной жизни. здесь. Но, к этому стремится разной формы йоги. Это можно отдельно песни. Ну, это без йоги возможно. Да, вот, понимаете, я сторонник чего? Мы все, там, либо йога, либо там мистика, либо там оккультизм. Да не надо этого ничего, это все у нас есть в жизни. Это все дается через общение людей, и вы это все чувствуете, видите. удивление другим человекам. Вся эта мистика здесь, знаете, Ну, в этом живая этика и говоришь, что не нужно никакой. Не нужно ничего. Живая этика в этом смысле, она этика жизни. И не надо вот это, знаете, там, эзотерика, а вот это вот быт. Все есть здесь. Все эти высшие формы, они у нас присутствуют. Я жизненную, я ее верхним путем. Да, но проявляются они вот через сердечность и они так и открываются. Пусть все живут. Ничего другого нам и не нужно. Пожалуйста, еще вопросы высказывай. Вот, можно? Покажи. Вот актуальный, мне кажется, вопрос, у меня сейчас сидел, о том, что как бы та ситуация, в которую попал государственный новый музей, да, и когда пришлось вот сейчас новый музей в состоянии жертвы, как ни странно, хотя вроде бы как обвиняют наоборот, что там захватили, разрушили, там, и так далее. На самом деле наоборот происходит, потому что зло, которое стоит там, которое там пишет, кричит, там, что-то такое не дурает, обвиняют бесконечно, и так далее, и так далее. значит, вот здесь происходит молчание, не защищается, наоборот, как бы проявляется доброта, вот, о чем мы говорили, необходимо, которое, в общем-то, протягивается даже в какой-то степени рука, давайте прекратим это все, может, не очень активно, но, пассивно, но все-таки это идет вот это терпеливое, совершенно, ну стоите, ну стоите, ну пытались разговаривать, пытались объяснить, ничего не получается. Значит, все продолжается в таком же духе, и мы все-таки с вами никто не позволяем себе никаких выпутов. Мы все-таки проявляем вот это качество жертвы. И как ни странно, вот этот продукт, понимаете, что с одной стороны, так сказать, как бы происходит именно с нашей стороны жертва, а жертва не там. Но люди, которые на это все смотрят со стороны, они, конечно, этого не понимают. Вы правы, но дело в том, что как мы можем относиться к своим братьям с той стороны забор, да? Они же думают, что вот они правы, они думают, что они тоже там служат и так далее. Реальная действие связано не с тем, чтобы доказать, ты прав, я прав, а это дело. Вот здесь дело делается, ну, а караван идет, как говорится, да, несмотря на принятые меры. Вот. И постепенно, ну, зло, оно же самоистребляется, ему нужно все время какую-то подпитку. а когда аргументы кончатся, когда здесь будет понятно, что дело идет и не хуже, вот, ну, какие аргументы в подкреплении, ничего не будет. Вот, я думаю, что вот эта форма есть, вы знаете, как там, у монахов есть техника безопасности, когда начинаются какие-то внутренние голоса, одержание, то там есть запрет на диалог с ним. Вот. Это правильно. Чтобы не было заражения, чтобы не давать эту энергию. Ну, это вот из монашеских уставов, да. А здесь то же самое, если ты будешь ввязываться в дискуссию, ты тем самым даешь свою энергию, подпитку, внимание, и, соответственно, значит, в этих вот разговорах он чувствует себя виноватым, и так далее. Когда ты движешься, да, конечно, там, чем более спокойно и достойно люди ведут себя, чем более доброжелательно, тем больше это все отскакивает в ту же сторону, вот с которой направляются. Так что, дай Бог, чтобы они разумились и все бы смотрелось. Потом, есть, что втягиваться в дискуссии, это, конечно, ни в коем случае не вратное движение вот этим методом абсолютно некультурности, терпимости, и то, и то, и то, и то, что вы сказали, как вы знаете, прошел в голову образ, когда сжигали дя Лагуса, но, конечно, за этим стояли темные силы, безусловно, они действовали, создать был сознательный звук, но вот старушка, которая подбросила, значит, и Янгус сказала, что она не ведает, что творит. Вот я думаю, что здесь тоже есть сознательные злые силы, которые это делают, а есть вот типа этой старушки, которые не ведут, что творят, но это больше со временем они, наверное, осознают. Да, их используют энергетику и соответствуют. Пожалуйста, есть еще. И так, есть один момент, который так трудно умолчать, он, в общем, тоже волнует проблема искусственного интеллекта. Ну, сейчас действительно как бы это целое движение существует, связанное с этим. Ну, движение 2045-го года, вот это как технологическая снигуляризма здесь должна быть, как говорит. у меня вот недавно была такая небольшая дискуссия с одним академиком, который в общем привержен вот этой идее искусственного интеллекта. Значит, он задает вопрос «Ну, как может ли машина произвести человек?» Я говорю, «Как она может произвести человеку?» «Если у нее нет души?» «А что такое душа?» «Ну, например, совести?» «Конкета же нет совести?» «Ну, совести?» «Ну, это же можно написать правило, что хорошо жить по совести. Хорошо, это можно написать, но это мораль, а не совесть. а как, значит, если человек, значит, хочет что-то сделать, и это ему выгодно, полезно, а вот что-то внутри его, говорить, что это делать нельзя. Как это вот? Запрограммировать? Ну, всё можно запрограммировать. Вот вам надо. Ну, а зарение? Это статистика. Ну, я понял, что безболезно, значит, испорить, кристалли. Но вот что, на самом деле, вот этот вкусный материал? Значит, как они рассуждают сторонние вот эти самые символярности? Они говорят так. Вот по закону Мура мощность компьютеров очень быстро растет. Значит, вот возьмем, значит, вычислительную способность, скажем, нейроны. Умножим на количество нейронов в мозге, умножим на число переключений этих самых символов на чистоту, а затем на число людей в мире. И вот, когда, значит, быстродействие мозга всего человечества сравняется с мозгом машин, то это был 1945 год, вот тогда и нас стоит это самое символярное. Но это чисто логический образ. Ведь, так сказать, ну, интеллектуальные способности человека, его психические сознания не сводятся к чисто комбинаторам, прибору, вот то, что делаем в машине, число учислительного, таком, логическом. И люди, ну, те, кто в том числе видел, это привыкли, они понимают. И они говорят, что, ну, хорошо, не все определяется в быстродействии машин. Нужна программа. А программа обеспечения растет, ну, абсолютно не там быстро. То есть, за то время, пока, как бы сказать, быстродействие машин выросла, программа почти нет. Но этого мало. Есть какие-то внутренние функции. Оказывается, что одноклеточные организмы обладают информационными способностями. В общем, высотные, хотя у них никакой мозга-то нет, это уже просто одноклеточный организм. Вот это целое направление, которое сейчас развивается. Некоторые думают, что, ну, хорошо, значит, это все классические компьютеры, а, наверное, мозг, ну, как-то работает типа квадратного компьютера. И надеются, значит, где-то в этот. И, кстати, ну, вот известно, ну, такой очень крупный, я думаю, он не меньше, чем Хокинг, я говорю, Пенроуз. Очень крупный физик был, его главный, да, математик, Меггер, Меггер, математик, физик. Он же доказал теорему, что, значит, классический компьютер в принципе не может, значит, обладать тем свойствами, которые обладают человеческим мышлением. Ну, у него там есть какой-то натешенная кладка на компьютер и так далее. Вот. Ну, с точки зрения, вот, скажем, живой этики, учения, что мы-то знаем, что вообще мысль, она же не рождается в мозге. Мысль – это есть ментальная сущность. Это сущность ментального мира. Мозг только ее как-то преобразует и так далее. Вот надо как с этих позиций подходить. Но даже если не с этих позиций подходить, а только вот с точки зрения такой, ну, классической парадигмы, ну, с учетом вот всего многообразия, то, конечно, проблема, значит, вот, искусственного интеллекта, она, в общем, не выглядит так оптимистично, как думают ее плакеты. Вот я недавно познакомился со статьей Александра Ильича Панова. Он физик, теоретик, математик блестящий, и он занимался и в том числе квантными компьютерами. Он очень критически подходит. Я бы тоже, по-моему, может быть, как-то нам уговорить его, пригласить, значит, вот выступить у нас на семинаре вот по этой проблеме и в то же время попытаться, значит, дополнить эти все рассуждения, вот, соображения, которые утекают, ну, таких метанаучных, на здесь представления в ментальном мире, в сущности, ментальном плане и так далее, и так далее. Ну, попробую, вот, товарищи-ка, и попробую, вот, это было, наверное, интересно. Хорошо. А вы знаете, вспомните, этот, был, собственно, Дима Поспелова, который был сторонником этой идеи, ну, Радимов сам. Кто? Поспелова, не жилю. Поспелова, да. Мотива, который, вот, как раз, был самый, так сказать, в этой проблеме, номер один в свое время, но его конец трагический, в общем-то, как-то не пустили. Ну, он был инсульт, а потом он долго очень. Нет, ну, инсульт его просто треснули по голове, после чего было? Ну, там был период, когда ноги били по голове, в том числе и психологи погибли, так что была система уничтожения людей. Ну, мы не знаем, по какой воле, так сказать, уничтожения. Ну, что, мы работаем почти два часа, значит, если нет вопроса о выступлении, тогда давайте еще раз поблагодарим. Да, вот. Спасибо. 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 Причем неожиданно для вас. А почему?